Позвольте представить свежий, как коньяк столетней выдержки, обзор открытого плейтеста в тылу врага 2. В его рамках доступны были далеко не все функции, например, зарубиться компанией против ботов было нельзя. Но была возможность изучить юниты, подразделения, собрать армию по вкусу и сделать то, ради чего игра и создавалась. Устроить масштабный мордобой из танковых клиньев, бонзая так пехоты на пулеметы и артиллерийских дуэлей, когда противника не видать за холмами и горами. Но обо всем по порядку. Кто подписан на канал давно, тот помнит обзор на Man of War 2 Arena с хреновым звуком и начиткой текста. Кошмар, как время летит. В тылу врага одна из лучших игр в жанре стратегии и, пожалуй, лучшая в сеттинге Второй мировой. Детализация, физика и возможность лично управлять юнитом выделяла серию среди соседей. Масштабы сражений меньше, чем в Блицкриге, но каждый юнит и солдат идут на вес золота и имеют значение. Игр было ни одна и ни две, от разных разработчиков и издателей. И внутри этой хронологии несложно запутаться. Пока что крайне вышедшей и популярной до сих пор является в тылу врага 2 Штурм, которая не в тылу врага, а вовсе даже штурмовой отряд, и от немцев, а не от украинской Bestway. Мда. Да, главное вот что. Bestway решила в 2020 году напомнить, кто был скачалки среди стратегий. И выкатила арену, бесплатную фри-ту-плей стратегию, которая быстро умерла под тяжестью абсолютно уродливого доната. Да, я понимаю, это фри-ту-плей, разработчикам надо кушать. Но вдумайтесь, пока игрок не купит премиум аккаунт, ему доступны лишь начальные средние юниты. В игре про вторую мировую игрок должен донатить, чтобы сыграть на Тигре, Пантере, Т-34-85 или танках серии ИС, символах войны. Короче, если хотите узнать, как выглядит абсолютная жадность, гляньте это видео примерно отсюда и охренейте. Кстати, ненависть игроков к этой системе затронула и обозреваемую сейчас игру, но об этом позже. Тем не менее, свой кусок внимания арена отхватила, и разработчики сказали Давай по новой, Миша, все хорошо. И анонсировали отдельную игру, которая называется «В тылу врага 2». Потому что война — это путь обмана, а запутанность внутренней нумерации серии недостаточно. Не буду изображать из себя фанатов стратегии, у меня отношение к жанру очень сложное. Он мне нравится, но играю я в него очень плохо. Неизбежно сравнение новой «В тылу врага 2» не путать с другой «В тылу врага 2». Да, я вам весь мозг вынесу этой шутки. С конкурентами. А их два. Первый — это старый суровый штурм 2. Второй — новый и хреново оптимизированный Gates of Hell. И в моих глазах Мов 2 их уделывает, причем с гарантией. А недостатки игры, которые находят ветераны штурма и адских ворот, для меня являются либо несущественными, либо вообще достоинствами. Начнем с технической составляющей, например, оптимизации. Новичок выкатывает недостижимое для конкурентов преимущество в виде выделенных серверов. Да, выделенные сервера, ребятки, как вам такое? Никаких телепортирующихся танков или чудовищных лагов. За все время теста у меня было два вылета, и после них я переподключался к игре и продолжал бой. Вы понимаете? Переподключался. Это ж как человека на луну отправить. Меня поймет лишь тот, кто во время почти выигранного боя отрубался и с ненавистью смотрел на экран с надписью «Вы отключены за недостаточное быстродействие системы». МОВ-2 достаточно скромная в плане системных требований. Но даром, как известно, ничего не дается. Не сомневаюсь, что все мы хотим одного и того же смотреть за упругой работой подвески, за большими стволами танков, за сочными взрывами и светом. Вот только у меня вопрос, насколько это надо в стратегиях? Большую часть времени, несмотря на возможность... Игрок должен командовать своей армией и видит мир откуда-то сверху. Да, моторчик тут старый, но не бесполезный и способный на не самой мощной машине работать стабильно и плавно. Какой смысл в детализированных модельках, сочных взрывах и физике, если работает это все у трех с половиной человеков, да еще лишь один из них в стратегии играет? Картинка находится на уровне «нормально, не идеально, но сойдет». Вот к чему можно предавить претензии, так и к освещению цветовой гамме. Если сравнить с Гох, то все выглядит как-то игрушечно, недостаточно грязно и по-военному что ли. Еще детализация моделей прыгает по качеству, что неудивительно. Происхождение не скроешь, отовсюду тут торчат уши арены. Незадолго перед закрытием проекта там проводились работы над модельками. Постепенно обычные заменялись на улучшенные версии. Отсюда такой разнобой и неоднородность в стиле. От вопросов технических перейдем к геймплейным. И тут снова затык и критика от алфагов. И многое сводится к тому, что игра стала проще. Тут не обойтись без уточнения деталей и описания важной внутриигровой фичи. У вас были солдатики в детстве? Чтоб играть в войну и наверняка был любимый танк или самолетик или что-то такое. Это старое чувство можно воскресить, благодаря системе батальонов. Существует три типа подразделений – танковые, артиллерийские и пехотные. Берете свое командование, комплектуете три шелона через систему командных очков и идете в бой. Танковые части имеют вкидки для набора танков и самоходок, но штрафы для набора пехоты. Артиллерийские подразделения – это гаубицы, противотанковые орудия и артиллерийские самоходки. И все те же проблемы с линейной пехотой. Зато можно взять диверсанта-корректировщика с рацией, который подскажет, куда лучше положить пакет из «Катюши». Пехотные подразделения – это не только обычные пехотинцы с автоматами и винтовками. Тут множество специальных юнитов, вроде элитных снайперов, диверсантов, разведчиков и саперов. Ну и всякие там «баганевички», «зенитки», «джипы» с пулеметами. Претензии за всегда ТФ-штурма следующие. Специализация и штрафы оставляют у игрока мало пространства для маневра и снижает количество юнитов, которые доступны в отдельном бою. Якобы игра стала слишком прямолинейной, мало микроменеджмента, мало пространства для тактики. Игра стала больше именно про стратегию, где рулят большие батальоны, а не про тактику. Бой, где сходится 5 пантер, 3 из 2 и где-то бахает штурмтигр – это обычное дело, а пехоту вообще никто не считает. А я спрошу, назовите минусы. Из игры убрали элементы, которые делали ее хардкорной, глубокой, безусловно сложной, но отпугивающей всех новых игроков. Да, над техникой появилась шкала здоровья, но она там всегда была. Просто теперь ее видно для быстрой индикации и понимания, что этот танк получил много повреждений, и его вот-вот убьют. Лучше отправить его в резерв. Модель повреждения техники по-прежнему модульная. Танки ломают башни, стволы и гусеницы, которые надо чинить. Да, теперь ты можешь вызвать на поле боя лишь те юниты, которые доступны выбранному подразделению и те, которые набрал заранее себе в эшелоны. Если играя на танковом батальоне, нужна помощь пехоты, то ты ничего не сможешь сделать. Остается уповать на напарников по команде. Давай, капитан Сычев, пора начинать социально взаимодействовать и запрашивать сопровождение для своих танков. Система батальонов действительно сужает возможности каждого отдельного игрока в бою. Если вы взяли саперов-штурмовиков, противотанковую артиллерию или подразделение ПВО, то придется отыгрывать свою роль. Минировать местность, играть от обороны или заливать огнем автопушек вражескую пехоту, подавляя ее в зданиях, чтобы союзный огнеметчик смог подойти и залить врага напалмом. При этом есть подразделения универсалы, которые способны на все по чуть-чуть, но они проигрывают заточенным под конкретную задачу профи. Каждое подразделение имеет свою карточку характеристик и описание. Почитайте ее, подумайте, что вам подходит, и выбирайте по вкусу. Впрочем, ваш вкус может столкнуться с особенностями поля боя, и все пойдет прахом. И это действительно может заставить бомбить. Карты стали более просторными, открытыми и кажутся пустыми в сравнении с каким-нибудь цехом. И слава богу, наконец-то! Лично мне эта долбежка мужиков в форме посреди пространства 2х2 всегда оказалась очень далекой от понятия тактика и стратегия. Кстати, о локациях, где мы будем причинять массовые разрушения. Доступные пока что карты разнообразием не отличаются, имеют общую черту, размер и рельеф. Больше нет одной точки респауна, куда можно загнать врага и расстреливать его, как в тире, развлекаясь. Теперь карты широкие, юниты могут призываться на все это пространство, и при попытке дожать до конца, можно нарваться на удар во фланг или попасть в окружение. Артиллерия – это артиллерия, и она стреляет далеко, а гаубица Б4 – это не просто возможность сложить дом. Это средство контрбатарейной борьбы, очень дорогое и ценное. Само собой, это жутко бесит, когда посреди пехотной цепи прилетает фугас и кладет только-только призванных штурмовиков. Могу посоветовать, во-первых, изучить команды с разными построениями, во-вторых, дать команду увеличить интервал между солдатами и прятаться в складках местности. Да, рельеф важен, засевший на холме пулемет или орудие – большая проблема, даже если у вас тяжелый танк. Как-то раз мы половину боя штурмовали одну высоту, заливали ее из огнеметных танков, а потом, когда мы на нее поднялись, вдруг выяснилось, что у противника в засаде было два пулемета и зенитка 8-8, и вообще нам надо было в другую сторону идти. Кстати, если враг атакует, то можно пойти другим путем. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Окопы заметно повысят шансы солдат на выживание. Главное, не делать их слишком длинными, иначе от близкого разрыва снарядов окопы могут схлопнуть. И, разумеется, ставить солдат надо не плечом к плечу, а с интервалом для лучшего сектора обстрела и широкого фронта. Также, если играете за пехоту, то советую поставить парочку бункеров, противотанковых ежей и помнить, что саперы могут использовать мины с подрывом по радио. Поэтому, если вы видите какой-то удобный камушек, за которым наступающий противник может установить танк, есть смысл заранее заложить там взрывчатку, отвезти саперов и дать врагу подойти поближе. Хотел бы затронуть такую тему, как интерфейс. И вот тут я хочу сказать много чего хорошего. Несмотря на теплоту, ламповость и преимственность поколения, интерфейс серии «В тылу врага» дружелюбием не отличается. Да, жду с нетерпением комментаторов, которые напишут, что это я криворукий. И да, я криворукий. Как и большинство людей. А раз так, то я могу судить и говорить, что удобно, дружелюбно к пользователю, а что нет. Так вот, интерфейс новый мов удобный. Он простой и лаконичный. Там, где в штурме или гохе находятся стилизованные элементы, вроде вещмешка, куда можно ткнуть и посмотреть инвентарь юнита, мов шлет нахер антураж ради лучшего обзора. Меню быстрых приказов интуитивное и удобное. Меню быстрых сообщений цельно тянуто из шутеров. И так же удобное и интуитивное. Можно быстро указать, где засело вражеское орудие или куда надо накинуть артиллерии, потому что там подозрительно упало дерево. Можно играть через лобби. Собирайте людей, распределяйте роли и начинайте воевать. А можно через автоподбор с рандомами. Балансировка, честно говоря, не идеальная и еще есть над чем работать. Серия в тылу врага имела богатый инструментарий для создания своих миссий и даже кампаний. В новой части редактор также будет. Еще суровая мировая обстановка дала гигантский пласт материала для народного творчества. Так что я догадываюсь, какой мод будет самым первым для игры после выхода. Пару слов о кампании. Да, кампании будут, но ощущение, что игра нацелена именно на мультиплеер. Для мультиплеера создана система батальонов, для комфортного мультиплеера оптимизировали интерфейс и да, для мультиплеера добавили систему заданий, за которые можно получать облигации. А потом за эти облигации можно приобрести специальную технику, которая вызывает у ветеранов танковых шутанов вьетнамские флешбеки. За время плей-теста я смог накопить достаточно облигаций, чтобы погонять в том числе и премиум юниты. Никакой особой ультимативности я в них не увидел. Интересные геймплейные моменты, необычный внешний вид или возможность получить юнит, который доставит врагу неожиданные проблемы. Да, некоторые такие юниты интересны с чистой исторической точки зрения. Например, немецкое орудие, легкая пушка, тяжелое противотанковое ружье. 2,8 сантиметра швере панцербюншцесс 1 und 40. В реальном мире это была любопытная штука, предназначенная для отстрела танков. Ствол имел переменный калибр и сужался к дулу от 28 до 20 мм, благодаря чему снаряд с вольфрамовым сердечником разгонялся до несусветных 1400 метров в секунду. Ну а в игре это очень легкая противотанковая пушка, которая способна до последнего сидеть в засаде, замотавшись в маскировочные сети и в самый неприятный момент долбануть взорвавшегося танкиста в бочину. Тут бы начать перечислять все предоставленные виды техники и подразделений, но они требуют своего разбора. Скажу лишь, что техники много и у каждой своя задача. И какой-нибудь шерман с фугасницей калибра 105 мм нужен не для танковых боев, а для исполнения своих прямых обязанностей. Складывать фугасами дома, баррикады, выносить пехоту из укрытий. Танки лучше жечь другими методами, артиллерии или ПТ-САУ. В конце концов, боевые действия это как театр, тут каждый исполняет свою роль и каждая армия разрабатывает технику в зависимости от предпочтительной тактики. И поэтому тяжелые немецкие танки от тяжелых советских танков очень сильно отличаются. И рассматривать их надо не в вакууме, а во взаимодействии с соседними подразделениями и юнитами. И вот я вам описал всяческие достоинства игры и вообще чуть ли не идеал. Да нет на самом деле, проблем у игры тоже хватает. Начну с одного из главных, камеры. Она очень резкая и дерганная, причем мне настройки скорости не сильно помогли. Она начинает движение останавливаться моментально, хотелось бы чуть больше плавности. Это сложно объяснить словами и видео вряд ли способно передать, если начнете играть, то поймете. Далее баланс. Система батальонов постоянно вынуждает делать выбор, что лучше взять по очкам. Четыре танка Панцер-4, две Пантеры или один Тигр. Да, Тигр-опасная машина, но он один и может быть только в одном месте. И бывают ситуации, когда два невзрачных Пазика и горстка пехоты куда полезнее, чем один тяжелый танк. Отсюда следуют ситуации, когда сталкиваются игроки, сделавшие ставку на качество юнитов Тигры и Пантеры, против тех, кто ставит на количество средние танки и много пехоты на бронетранспортерах. Это может вылиться либо в избиение младенцев, когда с гигантской дистанции вас расстреливают в лоб, либо в очень интересный матч. Однако балансировать все это та еще задача. Часто матчмейкинг заставляет сверлить взглядом таймер подбора по 5 минут, и это не шутка. Да, можно сказать, что на релизе допилят, но пока что так. С обучением я справился быстро, но люди, не игравшие раньше в игры серии, жаловали, что не все им было понятно. И подсказки вылезали с запозданием, опять же, на релизе, наверное, допилят. Далее встану на скользкую дорожку из хотелок и пожеланий. Кто достаточно старт, тот помнит Эндвар, стратегию имени Тома Кленти, про третью мировую, где предлагалось брать под командование подразделение и воевать с ним, попутно развивая и качая специальные приемы. Например, у танков мог появиться спаренный с пушкой огнемет, а пехота получала снайперов с барротами. Ну и набор дизайнерских камуфляжей, да. Недавно происходил тест другой стратегии Broken Arrow, и там присутствовала богатая кастомизация юнитов. Там тоже, кстати, есть свой редактор батальонов для сетевых сражений, и за изучением доступных модулей, модификаций, моделей техники и прочих заклепок можно было зависнуть надолго. К сожалению, про геймплей Broken Arrow сказать того же не могу. Это в Аргеи, масштабы там еще больше, подразделения чаще всего обозначены чуть ли не значками на карте. Вот в тактической стратегии, да я знаю, что это звучит как тавтология, подобная богатая система кастомизации пришлась бы очень кстати. Но ее не планируют. Во-первых, сомневаюсь, что движок на это способен без серьезной доработки напильником. Во-вторых, специальная техника, вроде танка с минным тралом или огнеметных машин, и так в игре есть в виде отдельных юнитов. В-третьих, все же сеттинг второй мировой немножко не подходит для игры в конструктор. Возможность сменить камуфляж или нанести на морду танку рисунок в игре нет. И, наверное, слава богу, потому что вы просто посмотрите на осаду. Да, чем дольше думаю, тем больше считаю, что это скорее плюс, чем минус. Боюсь представить, какие варианты форм и мундиров могли бы быть добавлены в качестве платных скинчиков. Мы это называли камуфляж от Гуччи. От Гуччи? Да. Подводя какой-то итог, скажу, что надеюсь на успех игры. Правда, одной из проблем является крайне тихая и невзрачная рекламная кампания, будто разработчики кого-то стесняются. Вторая проблема — это алтфаги, которым все не нравится. От графики до геймплея. Будто выход новый мов у них отнимает их любимый штурм или гоху. Ребята, успокойтесь, хотите играть — играйте на здоровье. Те, кто не играл в стратегии и решил начать, кто имеет такое же тяжелое отношение с жанром, как я, тем добро пожаловать. Буду рад видеть. А на сегодня все. До новых встреч!